Нам беда, не беда, если вместе мы всегда. Первая школа принимает первый день работы межрегионального форума. Три дня профессионального погружения в педагогические идеи, технологии и методики. У участников ярмарки есть возможность пообщаться и задать вопросы экспертам о тенденциях в развитии образования. В Антеевке региональная площадка ярмарки зарекомендовала себя давно, как самая организованная площадка, на которой всегда можно найти что-то новое. Около 200 педагогов привезли в Антеевку проекты, рассчитывая не только на одобрение, но и на обратную связь профессионального сообщества. Очень понравился урок английского языка, где предоставляла новую технологию молодой педагог, как выучить английские слова с помощью жестов и с помощью ритма. Очень интересно. Мастер-классы второго дня в шестой гимназии позволяют узнать, как проводят занятия педагоги и воспитатели, что можно перенять, как работают те или иные технологии. Алексей Суркин из Нефтьюганска, Самарской области. Сам привез проект мобильной лаборатории для приобщения к техническому творчеству детей из сел и деревень. Приехав сюда в Антеевку, я получил мнение коллег и хотелось услышать по своему проекту какие-то мнения, чтобы они помогли мне развивать это направление дальше, этот проект, и двигаться в каком-то нужном русле. Специалисты нашего детского сада «Планета детства» пришли со звездой. Символ года по имени Изюм нередко помогает им проводить занятия с детьми. Я же символ будущего года. И вот мы очень хотели, чтобы тема нашего мастер-класса была новогодней. Вот у меня пальцев не так много, а у детей их много. Я не могу так сдвигать, раздвигать и создавать прекрасные картины с помощью своей ладошки. Наталья Горошко проводит мастер-класс по северной росписи на доске. Просто познакомить участников семинара, что эти росписи живы, что они есть, что они доступны. Они доступны для преподавания в школе, они не требуют больших затрат, а эффект и удовольствие от работы максимально. Завершилась ярмарка во второй школе с тендовыми докладами и аукционом, на который эксперты выбрали девять лучших проектов. Программа составления справки по школьному порталу ушла с молотка за 11 тысяч. Работа педагога из третьей гимназии стала самой дорогой. Продолжение следует...